Всем привет, друзья! С вами Алариэль и рад сообщить, что мы с вами продолжаем наши приключения в World of Warcraft. И делал я небольшой такой перерывчик, так как сосредоточился немного на прохождении того же The Elder Scrolls и некоторых других игр, но... Вот снова, собственно, вернулся. Вов, наконец-то, удалось и оплатить игру, и, собственно, мы снова в деле. Я решил сразу же пробежаться по огненным недрам. Быть может, нам фортанет, и мы выбьем око сульфорона, но особо рассчитывать, как всегда, не приходится, потому что такая возможность и удача, да, выпадает крайне редко, чтобы мы так пришли, и хопа, и оно нам выпало ни с того, ни с сего. Так, ну ничего. Сейчас быстренько проносим. Поглядим, поглядим, поглядим. Что это у нас, проклятие хаоса. Так, а что у нас вообще по гильдии? Да, мы даже состоим в гильдии, все нормально. Так. Вперед. Ой-ой-ой, что нас бутснули, мальца. Так, а я бегу дальше. И первый босс, собственно, Люциферон. Сейчас мы его уработаем. Может, даже и собак не заагрим. А, ну конечно. Не заагрили, как всегда. О, замечательно. Все пали. Рукавички на воина. Ничего интересного. Продолжаем. Оу. Еще-то как-то оно, мальца, некорректно. Священный гнев отображается. Интересно. Молоточек в табло. Лоб. И сейчас еще один. Получите, распишитесь. Так. Пылающая руна. Очередной раз выпала. Нам это все не нужно. Бежим дальше. Как раз скорость 30%. Это хорошо. Сюда бы еще нашего шамана. У которого тоже скорость. На постоянке, да, может быть повышена на 30%. Это было бы очень круто. Потому что упала, она там постепенно спадает. Гора Голд. ДК-танк. Ластод. Стоим в поиске. Норм. Ча. ДК-танк. Что именно ДК? Чем Пеладин или тот же Воин не подходит? Монаха в счет не беру. Монаха я как-то, как танка, не воспринимаю. Пока еще, пока сам не прокачал Монаха, как танка его не могу воспринимать. Хотя, опять же, Друида почему-то я тоже не назвал. Хотя, Друид очень даже неплох. В роли Медведика. Да, и как-то мне попадался Медведик, у которого был, блин, 1 миллион хп. Это ж вообще жесть. Он, конечно, наверное, был просто под бафами. Но это дело не меняет. Один лям – это просто полная жесть. Так. Очередной босс пал. Данные рукавицы у нас есть. Поэтому мы просто идем дальше. Лежать. Бежим, бежим, бежим. Получай. Даю крылья. И я уехай. Ой, меня еще и гуцнули. Нехорошо. Я рассчитывал, что они не успеют меня пнуть. Так, ядро взял. Шлемик нам, кстати. А как шлем выглядит? Ага, все, вспомнил. Обновил. Так, кольчужные боты тоже нам особо не нужны. Еще у меня там со скоростью 25% молоток в башню. И у нас уже 30%. Бежим. Кстати, у меня тут потихоньку гидроксианские повелители. Вот, да, репутация прокачивается. Осталось всего-то, грубо говоря, половина до экзалт. Это на русском, по-моему, превознесении называется. В принципе, у меня на мейне, на разбойнике, да, это все дело есть. Но... Разбойник разбойником. Ох ты. Молоточек. Молоточек успешно был принят. Опа, стоять. Не отходи далеко. И еще раз. Так. Ну, ядро возьмем. Колечко, перчатки, шлем. Понятно. Печаль, тоска. Ясно. Ладно, бежим дальше. Еще у меня тут... Кстати, надо было бы, наверное, одну сумочку-то поменять. А может, даже и не одну. У меня тут 16... На 16 ячеек как-то уж больно маловато. Особенно, если я в будущем все-таки соберусь духом прокачать этого палыча. Бабл. И понеслась. Так, что-то я, по-моему, собаку там немного бил. Да, даже не немного. Замечательно. Ядро. Эх, без сульфуронского слитка мы. Ну ладно, не беда. Так, 30%. Все хорошо у нас. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Сейчас спрыгнем вниз. Забьем еще одного босса на карте. Они, по-моему, до сих пор не имеют названия. Близзы не могут уже дописать, внести изменения для всех старых данжев. Чтоб уже сделали один раз. И наверняка... Ну ладно, и так сойдет. Так, предместник. Сульфурон. Сейчас мы его работаем. Получай. Молоточек. Молоточек успешно прошел. О, глянь, засранцы друг друга хиляют. Так, опять же, все на воина, на воина, понятно. Бежим к мажору, мы к закутусу. По пути еще сейчас кого-нибудь гоп-стопнем. Получай. Да что ж такое, оп. Ай-яй-яй, он там что-то... Малышей, походу, штампует. На. Все, больше никого не штампует. Тридцатка есть. Ой. Койота сагрил. Лежать. Так. Что у нас здесь? А, у нас здесь уже, собственно, босс. Вот они, ребятишки, все его ждут. Сейчас мы им ставим. Подходи по одному. Смертные. Никто не сможет устоять против сынов живого пламени. Ну да, 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 знаем. Все. Замечательно. Побежал дальше. Это возможно. Остановитесь, смертные. Я вынужден сдаться. Да, 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 знаем. Сколько у нас 20%. Двадцать пять. Маловато. Сейчас до тридцатки поднимем. Получай. Сколько? Двадцать пять, да? И молоточком хлоп. Все. И теперь у нас тридцаточка. Можем смело бежать. Напрямик Рагнаросу. Блин, ну хоть бы это ядро выпало. Ну жесть. Мы его уже столько фармим. У меня только у паладина уже четыре сульфуронских слитка. И наручник Искателя Ветра даже имеется. Вообще not bad. А это что у нас? Сумка шести демонов. Наносит удар по находящимся перед вами противникам с помощью воздуха, огня и прочего. Интересно. Ага. Нет, тогда не будем. Пускай валяется. Вдруг какой-то очень важный арт. На 56 уровень, да? Арт, конечно, очень важный. Бесспорно. Так. Добили. И, собственно, Рагнарос. Ай-яй-яй. Главное только тут не сгореть. Так. Ну, понеслась. Вызывай повелителя. Ща мы ему вкачаем. Так. Сумки-сумки рыбацкие. Когда-то он у меня главным рыбаком был на Руси. 52-43. Узрите Рагнароса. Повелителя пламени. Повелителя пламени. Того, кто видел в зарю этого мира. Склонитесь перед ним. Склонитесь перед ним. Ну, давай уже. Ты разрушитель. Склонитесь перед ним. Рано. А чё кукла делает. А чё кукла делает? Высвобождает всю ману, содержащуюся в кукле, благодаря чему вы восполняете идентичное количество маны. Все враги в радиусе 15 метров получают одну единицу урона от магии. Каждая освобожденная. Ага, ясно. Вы нашли то, что с ним. Да-да-да, давай. Понеслась. Узрите силу Рагнароса. Да-да-да. Что ж, Рагнарос пал и... Ну, как всегда. Всегда не дропнулось. Но ничего, не беда. Я думаю, обязательно в следующий раз нам повезет. Ну, а на сегодня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайком. И подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока.